Под дубом, литературная газета. Главная статья 2015 год номер 16, 6506, 22 апреля 2015 года. Под дубом, под дубом, под дубом Сахалинская область литература, литературная карта России, проза. Анатолий Орлов после затяжного ненастья, большое солнце. Легкий вытирок с металлическим шуршанием перекатывает с места на место жесткие листья дуба. Парит пропитанная влагой подстилка из прошлогоднюю травы. Легкая дымка стоит над пологом просыпающегося от зимней спячки леса. Перед входом в норку, замаскированную ажурным сплетением кореньев, охорашивается старая мышь, перезимовала. Забыв обо всем на свете, на колючем кусту шиповника, свернувшись в большой радужный ком, дремлет сойка. Шевеляться на ветру, как водоросли под ударами морской волны, линяющая клочья шерсти на некогда роскошной шубе соболя, блаженно растянувшегося на корявом суку старой березы. Вдруг с шумом обрушивается потаявший пласт грунта на песчаном оползне. Мирная идиллия нарушена. Любопытство берет верх над инстинктом самосохранения. Что там? Блестящий желудь, скрытый до этого под шершавыми листьями дуба, маняще поблескивает на солнечном песке. Старая мышь пробует на зуб подарок судьбы. Над ней зависает серая тень сойки. От судьбы не уйти, и старая мышь бьется в клюве птицы. У этой драмы могло быть продолжение, для соболя нет желанной добычи, чем сойка. Уж очень не любит он эту доносчицу. Но весеннее солнце все жарче и жарче. И нет сил даже открыть глаза, не то что делать какие-то движения. Линяющий соболь так и остался на суку старой березы. Пройдет какое-то время, и из надкушенного мышью желудя пробьется молодой росток. И на месте лесной драмы зашумит первыми листочками еще одно молодое деревце. Ночевка с медведем. Как-то мой приятель говорит, вот ты все о птичках да зверушках пишешь. Попробуй проверь тебя. Все равно соврешь. А если врать, то врат по-крупному. Написал бы, как в тайге с медведем под ручку ходишь или что-то в этом духе. Можно и про медведя. Минус отвечаю миролюбиво. Минус как-никак в грозу в одной берлоге ночевали. Ну ты даешь. Минус буквально взвизгнул приятель. Сочиняешь прямо на ходу. А я не сочинял. Точка-точка-точка. Тушили мы пожар в урочище пилинга. Есть такое на Сахалине. Вечером выбросил нас вертолет в пойме речушки рядом с пожарищем и улетел. А мы обустраиваться начали. Ни один день в тайге жить придется. Пригляделся мне Ильм на окраине стана. Толстый. В два обхвата. С изгибом коленообразным. И с огромным открытым дуплом в колени. Ну чем не комната для ночлега. Вытряхнул из дупла осыпавшейся гнилушки. Вытащил спальный мешок. Тихо. Сухо. Лучше ночлега и не придумаешь. А ребята все знают шалаш строят. Я вам не помощник. Минус смеюсь. Я для себя берлогу нашел. Сказал. Как в воду глядел. Ночью ливень начался. С грозой. Что на Сахалине редкость. Деревья шумят. Пыхтение какое-то рядом. Треск сучьев. Страшно. Но ничего. Уснул. Проснулся чуть свет. От тишины и сырости. В дупле полумрак. В боку от неудобной позы покалывает. С трудом на другой бок повернулся. Потянулся. Косточки размял. Прокашлялся. И вдруг. Затрещало вокруг меня. Заломало. Как на пружине. Из дупла вместе со спальником вылетел. Смотрю. А рядом с дуплом трава выкатана. И атрибуты медвежьего испуга дымятся. Видно. Это дерево не только я. Но и медведь облюбовал. И причем давно. А я хозяйское место занял. И ему. Хозяину. Рядом под деревом ночевать пришлось. Интеллигент. Постеснялся гостя тревожить. Досыпать в дупло я уже не полез. Сгреб в охапку свой спальник и. К ребятам в шалаш. Пустите. Пожалуйста. Больше от коллектива отрываться не буду. Четвероногие сеятели в разгар зимы. Когда столбик термометра неожиданно поднялся до нуля. Проснулись еноты. Перед февральскими холодами самое время пополнить запасы жира. Покинув нехитрое убежище под корнями вывороченной ели. Мохнатые коротконожки сразу протропили дорожку к пойме реки. Зимой вся жизнь лесная только у нее. Кормилицы. Теплица. А значит и енотом найдется чем поживиться. Звери они всеядные. Только попробуй разыщи эту жизнь под толще снега и льда. Мыши лишний раз вылезти на поверхность не хотят. Лягушки под слоем милой гальки где-то на дне речном спят. Правда, выдрано тропила дорожки у продушин речных. Но после нее особо не поживешься. Горки замерзших рыбьих потрошков на льду хватит лишь червячка заморить. Зато на пригорке призывно горит оранжевое пятно мерзлого шиповника. Не успела крылатая мелочь его распотрошить. Вот и семафорит шиповник оранжевым неоном о помощи попавшим в беду лесным обитателям. Налетайте кто голоден. Всем хватит. На эту ягоду еноты бедолаги еще по осени глаз положили. Только попробуй достань ее из колючего сплетения. А теперь шипы ежи под снегом. На поверхности только тонкие веточки с оранжевыми колокольчиками, которые со смаком обкусывают глазастые красавцы. Но вот уже и время прощаться с колючей столовой. Шагают в разволочку с разбухшими, как барабан, желудками еноты обратно к своему убежищу. Шагают не спеша, след в след. Дорогу метят не переварившимся шиповником. А в каждой метке, не один десяток семян, которые в схожести не потеряли и после пребывания в желудках енотов. А значит, на каждой метке через год-другой обязательно новый кустик шиповник вырастет. Подчеркивание еноты, так на Сахалине называют енотовидных собак. Переполох под мартовским солнцем снежный ком дрогнул. А легкий ветерок завершил начатую работу. Снежная глыба, шурша по веткам, устремилась вниз, увлекая за собой большие и малые снежки, запутавшиеся в суковатой кроне дерева. Снежное облако серебряной пылью окутало елку. Точка-точка-точка вскоре пыль осела. Ель расправила крону. Но по крутому склону, наматывая на себя, как вату, снежное покрывало, все еще продолжали катиться на глазах увеличивающиеся в размерах елочные снежки. Шумный снегопад застал таежных обитателей врасплох. После скромных завтраков они расслабленно дремали в своих укрытиях. И вдруг такой переполох. Дробным боем застучали беличьи лапы по промерзшим стволам елей. Тревога! 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 Испуганно поднялась в воздух стайка синиц, только что ковыряющихся в сухих стебельках лесного высокотравья. Заяц в спешке покинул лёжку. Снежный ком прокатился буквально рядом. А вдруг? А что вдруг? Ведь ничего страшного не случилось. Просто с разлопистой елей свалился снежный ком. Вот и всё. Теги. Современная проза.